Рынок вытворяет такие штуки И мы упадем до тех самых 2000, а то и до 1000 долларов И наверное даже если мы перейдем отметку в 20 тысяч долларов Буквально через несколько месяцев, а то и через несколько недель Для ярых медведей это ничего не докажет Ну а быкам конечно добавит энтузиазма Сегодня хочу обратить ваше внимание на два взгляда на текущую ситуацию Первый довольно бычий от небезызвестного аккаунта в твиттере Филпфилп, он опубликовал вот такой вот график на TradingView Что в нем интересно, это то, что он нашел определенную фрактальность В поведении цены, которая была при росте примерно с 5000 до 6000 Где она колебалась в определенном диапазоне уровней Fibonacci И потом выстрелила до уровня 4272 на примерно 8500 Но если вы посмотрите, вот эта картинка, она представлена здесь в уменьшенном масштабе То есть вот эти отметки 5000, вот отметка 8500 И весь этот график очень похож на начало этого самого движения Просто более укрупненно То есть посмотрите, сначала у нас был рост, потом боковик, падение, возврат на этот уровень Боковик, еще падение, рост, боковик и потом пошли наверх Здесь опять смотрите, рост, так же как и слева Боковик, падение, возврат, боковик, падение, рост, боковик Даже вот это вот движение вниз, оно и то повторяется И теперь по этому фракталу мы должны повторить вот что-то подобное Если следовать движению по Fibonacci, то уровень 4272 будет на 18700 долларов Ну и случится это в течение какого-то, может быть, месяца Конечно, это очень спекулятивное представление Но вот это фрактальное сходство, оно, конечно, удивительно Но я вам хотел показать сегодня еще и предельно медвежий взгляд на эти вещи А именно некто Crypto Medius в Твиттере опубликовал свое видение того, куда будет двигаться цена и почему Ну и посмотрите, главное, что он сравнивает, опять же, в очередной раз Движение цены на теперешнем рынке и на предыдущем цикле В принципе говоря, что, скажем, в позапрошлом цикле у нас картина была похожая Но мы постепенно двигались в сторону замедления движения вверх И циклы становились все длиннее В частности, он приводит факт теста уровня 0.382 по Fibonacci Который случился позже на втором цикле После этого теста цена пошла вверх и получился у нас бычий рынок Так вот, этот третий цикл, по его утверждению, он выпадает из вот этой последовательности Потому что случился куда раньше этот самый тест Ну и он, надо сказать, весьма резонно утверждает Что если у нас происходит вот такое вот несоответствие То, что у нас в том числе и объемы, которые мы посмотрим чуть позже Также не выглядят убедительно То есть зона накопления очень короткая Успели ли киты здесь набрать позиции и так далее Так вот, опираясь на все это, он утверждает, что это лишь некий отскок После которого будет еще более глубокое падение Как многие медведи по-прежнему ждут и прогнозируют На следующем графике он показывает, что мы не вот здесь вот на данном этапе А скорее вот здесь Если вы посмотрите, то вот эта часть, она действительно очень сильно напоминает Наше теперешнее состояние Посмотрите, как здорово здесь развивалась цена Боковик, рост, некоторые замедления Без коррекции практически еще рост Который немного замедляется по конце Потом увидим небольшую коррекцию Вроде бы с восстановлением Не пробиваем предыдущий уровень И пошли на новый лоу То есть практически сейчас По утверждению вот этого товарища Цена должна коснуться примерно уровня в 0.382 Но это где-то 9.500 Ну и потом тем или иным образом скатиться вниз Я примерно прикинул До вот этого уровня Это будет где-то в районе полутора тысяч долларов Ну а займет, вы это сами понимаете, сколько То есть это очень и очень долгое кровавое падение При этом, кстати, альткоины Естественно, при таком движении все уйдут вообще в пол Что снова вернет нас к уровню доминации биткоина Там, наверное, под 90 с лишним процентов Это еще не все Он также приводит в сравнение структуру объема Которая была в 2015 году и сейчас Ну и посмотрите Он говорит, что на первом падении После максимума был максимум объема Потом он спадал И вот в этом месте Вот в этом фейковом пробое Были вот такие вот два пика Первый пик был выше, чем второй Который соответствовал локальному минимуму И в принципе то же самое Мы видим здесь максимум Движение объема вниз Объемы спадают После того, как цена достигла этого локального минимума Потом появляется вот этот вот второй Меньший пик Похожий на вот этот Ну а реальный пробой должен быть тогда Когда объемы вырастут Больше, чем объемы на максимуме Не говоря уже о реальном переходе На бычий рынок Когда объемы совсем зашкаливали То есть такой картины сейчас нам не наблюдается Она наоборот похожа вот на вот эту Он тут приводит проценты Которые еще более красноречиво подтверждают его мнение Но при этом он оговаривается Что конечно биткоин может сделать что-то и похожее Вот на вот это Но при этом сомневается, что это сколько-нибудь вероятно Вот такие, друзья, два полярных мнения Их объединяет то, что сейчас мы находимся в очень важном промежутке времени Когда в ближайшие, наверное, недели Либо в сильном движении Либо в движении после боковика Мы увидим либо очередную победу быков Которые еще больше укрепят свои позиции Либо эти самые позиции пошатнутся Потому что сильная коррекция после такого движения Она действительно может вылиться в что-то уж совершенно кровавое Ну а на этом у меня на сегодня все Надеюсь, эти полярные мнения были вам интересны Увидимся завтра Пока